Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем гастро-канале Сладкий Персик. Сегодня мы с вами готовим очень вкусный, очень простой сезонный салатик. Салат у нас, можно сказать, зожный, никакого майонеза здесь не будет, но он настолько изысканный, что его можно подать даже на праздничный стол. Салат этот порционный, поэтому мы с вами берем плоское блюдо и выкладываем на него салатную зелень. У меня был микс рукколы и чего-то еще. Дальше берем помидорки черри, нарезаем их наполовинки и тоже кладем на блюдо. Если черри у вас нет, можно, конечно, использовать обычные помидоры. Но помидоры черри мои самые любимые, их покупаю зимой и летом и вообще круглый год, и они всегда оказываются сладкие, в отличие от обычных остальных помидоров. Дальше нам понадобится свежий инжир. Мы срезаем с него хвостик, от кожуры не очищаем и нарезаем вот на такие вот дольки. Я угостила этим салатом мою тетю, и она удивилась, что инжир, оказывается, продают еще и свежим, потому что она всегда его покупала только в сушеном виде. Свежий инжир в сезон очень вкусный и сладкий, обязательно попробуйте его купить. Я беру во вкусвилле, но видела в перекрестке, а также он бывает еще и на рынке. Инжир выкладываем тоже на салат, просто вот так вот хаотично. И дальше нам понадобится сыр стречетелло. Это такой совершенно нежный, необычный сыр. Если вы тоже его никогда еще не пробовали, обязательно купите. Посмотрите, это такие длинные полоски, а залиты они сливками. Милочкой я вот так вот в хаотичном порядке выкладываю сыр на блюдо, и заправку здесь, кстати, никакую не использую. Мне кажется, что сливок, в которых находится сыр, вполне достаточно. Но если вам кажется салат суховатый, вы можете полить его оливковым маслом, например. Дальше салатик нам остается только посолить. При желании можете еще и поперчить, и у нас с вами все готово. Больше я сюда ничего не добавляю, но, наверное, теоретически можно посыпать какими-нибудь семечками или орехами. Мне кажется, будет неплохо. Посмотрите, у нас получилась вот такая вот красота. Такой салат в ресторане, вот такая вот порция, будет стоить, наверное, около тысячи рублей. Мы с вами приготовили его дома намного дешевле. Вообще, как вы заметили, я люблю ходить в рестораны, тырить у них рецепты и потом готовить дома. Почему бы нет? Потому что блюда иногда бывают настолько легкими и простыми, что дома их приготовить не составляет никакого труда. Приятного вам аппетита! Буду ждать ваши отзывы.